Калейдоскоп И я таким образом оказалась сначала в доме пионеров, затем в клубе металлургов. Сейчас это дворец культуры школьников. Там же занимался и Юра Красников. Пара Натальи и Юрия Красниковы тоже определилась не сразу. И хотя они ходили в одну и ту же школу по одним и тем же улицам и даже занимались в одном коллективе народного танца Дворца культуры металлургов, бальный танец пришел к ним, когда Наталье исполнилось 23 года и она стала студенткой Московского университета имени Крупской факультета народной хореографии. Когда я туда поехала, там я познакомилась с прекрасными педагогами, в первую очередь людьми, потом педагогами. И вот там я узнала о том, в ту пору в нашей стране развивалась советская школа бальных танцев. То есть никаких танго мы не танцевали, тем более там латиноамериканских танцев. Это не было даже вот в зачатии, как говорится. Вот. А была, процветала школа советская, да. То есть мы танцевали польки, сударушки, были молдавские бальные, грузинские бальные. То есть все 15 республик, там все были вот такие танцы. Помимо этого были исторические танцы, вот такие. Потрясение было велико. Оказывается, полька и вальс не были догмой бального танца за рубежом СССР. Десять танцев, из них пять европейской программы и пять латиноамериканской. Медленный и быстрый вальс и фокстрол. Бразильская самба, кубинская румба, ча-ча-ча, испанский пасадобль. Даже привычный венский вальс был совсем другим. Наталья поняла, что к этому она шла всю свою жизнь. То есть в тот период времени у нас был прекрасный детский коллектив народного танца. Мы ездили на телевидение на областное, там на различных фестивалях, там побеждали все. И параллельно с работой в этом коллективе я этих же участников стала обучать, насколько я могла в то время научить их. Значит, помню, первые шаги в медленном вальсе. Фигуры какие-то, названия совершенно, там, пир, да, там, телемарк какой-то. Это я сейчас говорю об этом совершенно спокойно. Тогда я даже, да, для себя, так необычно. Ребята стояли такие завороженные, слушали. Так звучит название, а как это исполнять? Свои первые бальные танцы, несмотря на то, что Юра уже тогда помогал ей и работал вместе с ней, Наталья начала танцевать с другим партнером. Мой первый турнир, помню сейчас, это был всероссийский конкурс в Челябинске, он проходил в огромном дворце спорта. Вот мы тогда поехали с ним танцевать. А что вы танцевали? А тогда, вы знаете, тогда мы танцевали медленный вальс, и, ну, это вот тот медленный вальс совершенно не похож на то, что танцуют сейчас дети. Нет, он не был советским, но были настолько простые фигуры. Знаете, вот сейчас можно, чтобы это было понятно, может быть, вспомнить фигурное катание и наших знаменитых, Людмилу Белоусову и Протопопова, да. Вот, да, и все помнят эту пару, и, наверное, помнят, как они начинали тогда кататься, да. И тогда казалось, что-то немыслимое, да, они вытворяют вот на льду. И сейчас, вот сегодняшний день фигурного катания, если как бы вспомнить, параллель провести с теми, с той парой, да. Вот примерно бальный танец вот на таком уровне. То есть то, что танцевалось тогда, для нас это казалось что-то. Сейчас даже маленькие дети танцуют программу, превышающую по сложности композиции взрослых, всего 20-летней давности. Но именно бальникам Наталиного поколения пришлось освоить за 10 лет то, что Европа осваивала полвека. Но вернемся в Тагил, во дворец Металургов. Дворец не просто место, вот я о себе скажу, моей работы, а это мой дом. Судьба? С 9 лет, с 9 лет, и вот по сегодняшний день я очень счастлива, что этот дворец стал и судьбой моей, и моим действительно, даже, наверное, не вторым, а первым домом. На работу во дворец Красниковых пригласил Наум Араманович Беленький. Наталья создала свой коллектив. Юрий Федорович после аварии в Мартене решил помогать супруге. Мне нужна была помощь, потому что тогда мы ждали уже Танюшку, нашу первую девочку, нашу дочку первую, вот. А работа, как говорится, не ждет. И нужно было выступать, продолжать. И я его попросила, я говорю, ты приди мне помоги. На тот период времени, значит, я говорю, у меня вот есть коллектив, есть девочка, девушка, ей нужен партнер, приходи, помогай. Вот таким образом у него, его вот эти первые шаги были тогда. Он встал, тогда это была Люда Павлова, они начали с ним заниматься, поехали на конкурс, я до сих пор смеюсь, на том конкурсе они танцевали польку. Это был в Екатеринбурге, конкурс по бальным танцам. Они танцевали польку тогда, заняли первое место там. И вот, по-видимому, вот оттуда, с той поры и у Юры тоже, сначала по необходимости, а потом, видимо, уже по любви, скажем так. То есть мы стали с ним заниматься бальным танцем. Но народный танец нам оказал неоценимую, конечно, помощь. И потекли годы труда, минуты триумфа, часы забот и тревоги, творческих взлётов и проблем. Начался поиск репертуара. Пожалуй, самая сложная составляющая всего процесса работы. Бывает, иногда слушаешь или слышишь хорошую музыку, появляется желание что-то ещё и сделать. То есть музыкальная идея, она как бы рисует хореографию? Да, в основном, да. Почему-то у меня не возникает идеи как таковой. Так, надо вот сделать что-то вот такое, сначала ищу музыку. Всё равно музыка подсказывает тот или иной сюжет. Всё рассчитывается для определённой пары, и приходится слушать много музыки. Классика, эстрада российская и зарубежная. Всего в коллективе 8 пар, 16 человек. Это основной состав. И ещё одна проблема – костюмы. Замысел рождения от интонации, движения к костюму и целостному образу всегда происходит неожиданно. И всякий раз по-новому. Но вот костюмы Наталья придумывает всегда сама. Сложилось так, что костюмы почему-то всегда рождаются в моей голове. Это вот последние, может быть, там, 2-3 года. Я обращаюсь уже к помощи художников, модельеров. Что-то они подсказывают, безусловно, какие-то детали костюмов. Но в основном это мои идеи. Не знаю, насколько они хороши бывают, насколько удачны. Но у нас нет, ну я считаю, нет у нас пока профессиональных художников, которые бы могли подсказать. Может быть, в других жанрах. Это есть. Да, это есть. А вот в бальной хореографии, не знаю. В конце 2001 года калейдоскоп отметил своё 25-летие. Наряду с основным коллективом в студии бального танца сегодня занимается около 200 человек. Мы как-то очень быстро пошли в гору, скажем так. Тогда процветали, опять же, городские конкурсы, фестивали, областные. И вы знаете, нам всегда везло. Мы были всегда, всегда были лауреатами городских конкурсов. Это раз. И, наверное, даже я не ошибусь, и всегда были мы лауреатами областных конкурсов. Всероссийские конкурсы, когда начались, мы там тоже вторыми, третьими, первыми мы тоже были. Обе дочери Красниковых танцуют в ансамбле. Катерина ещё школьница, а Татьяна учит о замхореографии малышей во Дворце культуры школьников. И родители рады, что их девочки пойдут по родительским стопам. У Натальи и Юрия большие творческие планы, новые постановки, участие в конкурсах. А заветная мечта – отметить 50-летний юбилей своего детища – народного коллектива спортивных танцев «Калейдоскоп». Ну, хочется, во-первых, чтобы хороших учеников, благодарных учеников, чтобы они танцевали, разумеется, лучше, лучше, вообще достигли большего, чем достигли мы, например, или достигнем ещё, может быть, впереди. И показать это всё. И чтобы показать это всё, чтобы радовать зрителя на концертах, безусловно. Выезжать, чтобы у них была интересная творческая жизнь. А это поездки в первую очередь. Ничто не мобилизует коллектив и не заинтересовывает так, как какие-то поездки. Потому что ребята тоже любят показывать своё творчество, своё искусство. Идут годы, взрослеют ученики, растёт их мастерство и любовь к искусству. А рядом подрастает новое поколение воспитанников, которым предстоит повторить путь любви и труда, восторга и пота, чтобы позже встать на поклон, подаваться из зала и прошептать «Остановись, мгновение, ты прекрасна». Я думаю, что это очень интересная. Ум. Удивительный. Удивительный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»